Всем здравствуйте! Что происходит у вас за спиной, а вы этого не знаете? И я вас благодарю за донаты, за обращение и за платное спонсорство канала, за поддержку моего канала. Итак, что же у вас происходит за спиной, чего вы не знаете? Справедливость нарушена. Кто-то по отношению к вам нарушает справедливость. Вот прямо вот это сразу карта и показывает, что действительно за вашей спиной что-то происходит такое нечестное по отношению к вам. Вы об этом не знаете, вы об этом не догадываетесь. А почему вы об этом не знаете? Почему вам это закрывают? Почему вы это не видите? Как охраняют вас, как охраняют вас. Чтобы вы не злились, не злились, чтобы вас сохранить в чистоте. Чтобы вас сохранить в чистоте. То есть для вас, вам закрывают вот эту информацию, чтобы вы не видели, не слышали, не догадывались и жили спокойно. В общем и целом, как это называется, меньше знаешь, лучше спишь. Вот с такой целью вам это закрывают, вы этого не видите, то, что происходит у вас за спиной. Да, вот тут старец, тут, кстати, отшельник. Чтобы вы находились в своей гармонии, в точке дзен. Точку дзен споймали, живи, занимайся своими делами. А как же эти люди нарушают справедливость по отношению к вам? Как же они нарушают справедливость по отношению к вам? Ваше счастье хотят забрать, вашу радость. У вас радуга над головой. Вам есть чему радоваться. У вас есть какое-то преимущество. Вы чем-то таким обладаете, что-то у вас есть. Или вы человек такой, или характер у вас такой. Или у вас такая внешность. Или удача считают вас, что вы удачная. Или, возможно, у вас такие достижения на работе. Деньги у вас есть, что-то вы можете себе покупать. Недвижимость покупаете или собираетесь купить. То есть что-то у вас есть, чему люди вам завидуют. Какая-то у вас радость есть. И вот хотят как забрать вашу радость. Омрачить, очернить вас, оклеветать. Репутация у вас хорошая. У вас хорошая репутация. Вот люди пытаются вот это украсть. Вот эту радость от вас украсть. Очернить вас, оклеветать, испортить вам вашу репутацию. Слушайте. Да, тут вы такая женщина. Я уж не знаю, как вы там живете. Но почему-то вас люди видят, что у вас в общем и целом у вас все хорошо. Вот прям у вас какой-то рост. Вы на коне. Вы на коне показывают. И что, каким образом они могут нарушить вот эту вашу справедливость? Каким образом? Давайте раскроем. Каким образом? Могут ли они вам серьезно как-то навредить эти люди? Серьезно как-то могут они вам навредить эти люди? Да нет, это что-то такое мелкое. То ли сплетничают о вас. Что-то это мелкое. На работе, может быть, там, я не знаю, как-то вам пытаются ножку подставить. Это может быть или соперница в личной жизни, из личной жизни. Она может быть, если речь идет о вашем бывшем, может на вас что-то ему наговаривать. Может на вас как-то вот клеветать, ему там что-то о вас рассказывать. Какая-то соперница. Или даже вы с этим мужчиной сейчас находитесь, и он вам изменяет. Так вот, вот эта женщина, ему там что-то о вас может рассказывать такое нехорошее. Или это вот соперница на работе, конкурентка, да, конкурентка может ножки подставлять. Или конкурентка в вашей сфере деятельности, если вы работаете на себя. Какие-то конкуренты там что-то вам пытаются в палки, в колеса поставить. Дела какие-то, тут у вас еще могут быть дела. И вам люди мешают. Но это все так несерьезно. Они не смогут вам помочь. Видите, у меня вырвалось. На кого вы рассчитываете, вам этот человек не сможет помочь. Вот эта карта справедливости вышла. Это еще речь говорит о судах. Поэтому, кто меня сейчас слушает, у вас сейчас вы судитесь с кем-то или собираетесь судиться. И если вы хотите обратиться в суд, чтобы вам помогли, или вы к юристу обращаетесь, или адвоката нанимаете, вам этот человек не поможет. И суд вам не поможет, вы не выиграете. Потому что эта карта была перевернутая. То, что вы считаете, что вы должны выиграть в каком-то деле, в каком-то суде. Что справедливость должна быть на вашей стороне. Но нет, вы... Этот человек вам не поможет. Вы с ним не выиграете. Так. Что еще для вас? Вы победу одержите. Вы победу одержите, но другим путем. Ваш вот этот вот кубок победителя, вы его в руках все равно получите. Как бы вам там люди не вредили. Ну, я же говорю, тут что-то вот мелкое. Хотя вот по работе там могут как-то палки в колеса ставить. Или что касается судов, там могут вам люди сильно дело ваше расстраивать. Но вы все равно выиграете. Но тут другим путем. Другим путем надо. То ли другого человека вам нужно нанять. Обратиться к другому человеку, кто будет решать ваши дела. Так, что я еще хотела сказать. Если речь идет о мужчине, тут мужчина вышел. Вы с ним сейчас в отношении. Говорят, что он нечестно, несправедливо к вам относится. Если речь идет о бывшем, но вы с ним еще продолжаете общаться, то уже он вам как-то пытается нагадить, напакостить вам. Или он придет. Вот он тут придет. Будет звонить или стучать в дверь. Или это может быть новый мужчина. Так, по интернету вы же тут что-то смотрите. Интернет. Вообще по этой карте тут может быть и не только мужчина приходит с букетом цветов. Тут вам могут просто посылку вы получаете, посылку, письмо. Доставка адресная. А, у меня расклад назывался «Что происходит за вашей спиной». Так вот, вот это происходит за вашей спиной. Люди вам тут пытаются как-то испортить, но у них ничего не получится. У них ничего все равно не получится. А вы все равно свой кубок победителя получите. Все равно получите свой кубок победителя. Что происходит? Так, какой-то план вы вынашиваете. Вы поставили, у вас какое-то есть дело, цель. Это прямо такая серьезная цель. Какое-то серьезное дело. И причем оно долго уже длится. Долго длится. Как минимум 9 месяцев. Или это дело у вас разрешится через 9 месяцев. Вот это дело или цель, которую вы себе поставите, исполнится через 9 месяцев. Вот эта цель, которая у вас есть или дело, она разрешится, но пока еще не сейчас. Сейчас как тут запутанная, запутанная история. Тучи над вами сгустились. Но все равно эти тучи развеются. Тут у вас подсолнухи. Целое поле подсолнуха. Вы все равно свой урожай соберете. Подсолнухи. Да, это символ солнца. Что происходит у вас за спиной, вы не знаете. Так, показывают. У вас перелет идет. Перелет. На самолет садитесь. Куда-то летите вы. Из какой-то бури тут вмешательства. Тут судьба вмешается. Тут как высшие силы вмешаются. Вам помогут выйти из какой-то ситуации затруднительной. Вот вас просто вот на пучину. Какими-то вот, просто скажем, такими какими-то магическими силами. Какая-то вот такая неведомая сила вас просто вытолкнет на берег из какой-то пучины. Может быть, это то, что я вначале сказала. То, что вам ваши конкуренты или соперники какие-то вам пытаются палки в колеса ставить. Или это касается мужчины. То есть, вас тут уже вмешаются высшие силы. И вас из этой ситуации все равно спасут вас. Вам это никак не навредит. Что еще происходит у вас за спиной, вы этого не знаете. Покажите, покажите мне, покажите. Пишите что-то, пишите. Тетрадь. Ну, это будь что, вы можете писать. Бумага какая-то. Бумаги, документы подписываете. Вы, говорят, как из куколки. Вы, как куколка была, вы из нее сейчас вылупляетесь в такую прекрасную бабочку. Так, Содружество. Показывают. Человек вам тут поможет. С кем-то вы пожимаете руки. Вот это вот то, что вы договорят, подписываете, показывают. Бумаги. И пожимаете руку. Кто-то вам поможет. Может быть, это в переносном значении показывают, что какой-то человек вам поможет. Как вот, дает вам руку помощи. Содружество, партнерство. Проясница ситуация. Проясница ситуация показывает. Через какое-то время вам покажут. Через какое-то время вам покажут, что у вас происходит за вашей спиной. То есть сейчас вам закрывают эту информацию. Вот еще не время. Но время пройдет, вам покажут, кто это вредит, кто эти люди, что они делают. Вам эту информацию откроют через какое-то время. И вообще тут у вас, знаете, как происходит, как у вас получается. Вот у вас тут такая защита сильная. От кого у вас защита? Да. От женщин идет защита. У вас такая защита вот от этой женщины. Что она вам, вот, когда вам не нужно, или не надо знать, или не вовремя, или эти люди вам опасны, вам причиняют вред, не нужно вам с ними общаться, не нужно вам иметь с ними дела. Вот она вам помогает. Она вам закрывает дорогу. Она убирает этих людей из вашей жизни. Чтобы вы с ним не общались, чтобы вы с этим человеком не имели никаких дел. А наоборот, когда вы нуждаетесь в помощи, это вот эта женщина, которая вас защищает. Она вам, наоборот, подсовывает такие ситуации, обстоятельства, чтобы вы, например, чтобы вы, наоборот, поняли, поняли, что происходит. Или дает вам человека нужного, который может вам помочь. Она вам помогает вот все равно добиваться своего. Вы свое все равно собираете. Собираете то, что ваши, ваши плоды, ваш урожай вы все равно собираете. Это благодаря ей. То есть люди из вашей жизни легко уходят. Вы расстаетесь легко. Это все благодаря вот этой женщине. Это она так все делает. Чтобы ненужные люди в вашей жизни надолго не застревали. Это может быть максимум год. Максимум год может продолжаться эта история. И все, этот человек из вашей жизни уйдет. Если он вам вредит. Так, тут мебель какую-то, перестановку делаете. Старую мебель вы выбрасываете, выбираете мебель. Может быть, выбираете. Запокупку. Ну вот, купить хотите мебель. Или элементарно просто вот перестановку делаете. Уборка, генеральная уборка. Когда вот в кучу все вот вещи собрала. Все сдвинула и убираешь. Работа тут у вас. Работать вы будете. Придется работать. Работа у вас есть. При работе вы будете. Девочки, кто обращается по акции с вопросом. Найду ли я работу? Когда я найду работу? Послушайте, если вы ставите так вопрос, найду ли я работу, то я вам так отвечу. Работа есть. Работы хватает. Просто дело в том, что она вам не подходит. Вот в чем дело. Да, да. Поэтому я так понимаю, что вы можете себе позволить жить без работы. Вы можете себе позволить не работать. Ну, а так-то работы хватает. Кому вот надо экстренно деньги, работа есть. Ну, просто ж она вам не подходит. Поэтому вы можете себе позволить не работать. Поэтому я на такие вопросы даже и сейчас не отвечаю. Когда я найду работу? Есть работа, просто она тебе не нравится. Ну, это же совсем другое дело. Так, что еще происходит у вас за спиной, вы этого не знаете. Так, сейчас у вас показывают какой-то как упадок, упадок. Ну, это вот опять же, вот люди и вредят вам, да. Какие-то вот как палки в колеса вставляют, да. Не хотят, не хотят, чтобы вы победителем были. Вот это на эту карьерную лестницу взобрались. Или вообще вот, что касается ваших дел, чтобы у вас не получилось ничего. Ну, говорят, то все равно у вас получится, но на это время надо. Вы все равно, правда, на вашей стороне, и сила на вашей стороне. И не потому, что там вас защищают высшие силы, потому что вы работаете. Вот эта вот карта показала, восьмерка Пентаклей. Это труд, это каждодневный труд. Не потому, что там вам так повезло, или вас высшие силы защищают, боженька вам так дал. Это благодаря вашему каждодневному труду. Тут как бы такое, вреди, не вреди, но когда человек над этим трудится, работает, то да. Бывает ситуация, когда людям удается навредить, и вот как забирают удачу. Но все равно, спустя время, спустя время жизнь расставляет все по своим местам. Спустя время жизнь расставляет все по своим местам. Мне в свое время, больше 10 лет назад, тоже люди много вредили. Я была вот просто на дне, я была неудачницей. И даже вот по сравнению с ними. А эти люди, скажем прямо, они вообще из себя ничего не представляли. Но и то на их фоне я была неудачницей. Но время прошло, время все расставило по своим местам и показало ху из ху. Кто есть кто. Эти люди так и остались в своей жопе мира, которые им не вредили. Да, тогда им это удалось, но все равно время прошло. Каждый занял свое заслуженное место. Поэтому это все относительно. Тут у кого-то вредные привычки вам может навредить. У кого вредные привычки, курите. Или возле вас человек с вредными привычками, вот как-то он вас раздражает. Да, вот вы кому-то помогаете, у кого вредная привычка есть. И он как будто бы тоже из вас ресурсы вытягивает. У вас основательность есть. У вас, как ни крути, а попа сзади. Как ни крути, ваша удача все равно. Ваша будет, ваша победа будет ваша. И тут вот мельница, мельница. Да, вот мельница, она постоянно крутится, крутится, постоянно работает. Это вот вас показывают, что вы все равно крутитесь, как-то пытаетесь выживать. И как это говорится, мука перемелется, получится мука. Вот так же и ваша ситуация. Через ваши вот эти вот... Будете там что-то пыхтеть, стараться, мучаться, работать. И вы свое вознаграждение все равно получите. Давайте, еще что происходит у вас за спиной. Да, вот вы сейчас засеиваете свое поле. Как вот этот вот... Этот мужчина засевает поле зерном, да? На будущий урожай. Вот все, что вы сейчас делаете, вы все равно в будущем получите свой урожай. Посылка тут к вам приезжает. Да, международная доставка. Прям радости, да, рады такие. Будете радоваться. Тут какой-то вот мужчинка тут с недовольной физиономией. А он все играет с судьбой. Он все с судьбой играет. Он как вот это вот по лезвию ножа идет. Или как вот эти вот... Как это называется? Которые в воздухе... Акробаты в воздухе... В воздухе вот это трюки разные делают. Трюкачи. Он как вот этот трюкач идет по одной канатке. Что играет он с судьбой. Может вот-вот упасть этот человек. Я не знаю, что это за человек. Вот такая мне информация пришла. Ключи вы все равно получите. Получаете вы свой ключ. Но не сейчас, попозже, говорят. Три месяца или до трех лет. Ближайшие три месяца ключ получите. Или до трех лет эта ситуация разрешится. Я на этом заканчиваю. И до новых встреч, на новых раскладах.